На этой неделе было множество новых анонсов, Fujifilm, Canon, Tamron, информация о грядущих анонсах от Leica, обо всем этом в дайджесте, погнали! На этой неделе компания Canon наконец-то ответила всем конкурентам и выпустила анонс Canon 1DX Mark III, правда тут не сказали вас когда он выйдет, сколько он будет стоить, но обозначили некоторые технические характеристики, которых не обозначил, например, тот же Nikon в случае Nikon D6. Сказано, что эта камера сможет снимать 4K 60 кадров в секунду, что не особо важно для тех, кто снимает фото на эту камеру, что она сможет писать RAW видео прямо в карту памяти, что приближает эту камеру к кинокамерам от Canon, то есть к C200, например, возможность писать влог гамме и красить это видео после на посте. Также были значительно улучшены системы автофокусировки, об этом мы немножко поподробнее расскажем, исходя из того анонса, который мы увидели на официальном сайте Canon. Итак, Canon сообщает, что 1DX Mark III получит значительно более умный автофокус, в его работе будут использоваться технологии глубинного обучения и новые алгоритмы, а при съемке в режиме Live View и Video теперь доступна функция автофокусировки Dual Pixel. С 525 областями автофокуса и охват от практически 100% области датчика, это значительное улучшение. Поговорим немного о скорости фотосъемки. Камера поддерживает серийную съемку до 16 кадров в секунду с использованием оптического видоискателя и до 20 кадров в секунду с механическим или электронным затвором в режиме Live View с полной автоэкспозицией и полной автофокусировкой. Батарейка в ней осталась та же, что и в Canon 1DX Mark II, но она имеет значительные большие ресурсы. Вы сможете снимать 4К до полутора часов или сделать порядка 1200 кадров. Также Canon обещает нам новые кнопки с подсветкой, а также принципиально новый элемент управления точками автофокусировки, который можно будет использовать вместе с джойстиком. Все это будет в корпусе с магниевого сплава с защитой от погодных воздействий, но остается вопрос, что за новая матрица и что за новый процессор. Так что ждем какой-то конкретной информации по этому поводу и обязательно поделимся ей с вами. Компания Fujifilm анонсировала камеру X-Pro3 в страннейшем с дизайнерской точки зрения корпусе, с матрицей в 26 Мп, с процессоровым X-Processor 4, как в топовой X-T3 и X-T30, а также в титановом корпусе, который имеет специальное покрытие Duratech, защищающий это чудо природы от царапин. Наиболее странное в этом корпусе это дисплей, который по сути всегда является закрытым, пока ты его не откроешь вниз. Как только ты его открываешь вниз, только тогда ты сможешь посмотреть, что на нем изображено. С другой части дисплея мы имеем мини-дисплей, на который выводятся обычно какие-то технические характеристики кадра, возможности пленки, возможности ISO, возможности баланса белого и так далее. Давайте взглянем поподробнее на вот этот маленький новый дисплейчик, который имеет диагональ 1,2 дюйма и защищен, как говорит Fujifilm, специальным закаленным стеклом. Здесь, конечно же, вопрос его практичности и применения, хотя ясно, что Fujifilm решили экспериментировать, решили сделать немножко ставку на ретро такой лук, дизайн, но насколько это было целесообразно, пока непонятно. Может быть вынести, например, этот дисплей на верхней части корпуса камеры было бы логичнее. Камера может записывать 4К с кадровой частотой до 30 кадров в секунду или Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. В России камера будет стоить от 130 тысяч рублей и выше, смотря в зависимости от версии, с покрытием Duratech или без покрытия Duratech. Компания Tamron наконец покончила со всей этой вереницей слухов вокруг их новых объективов для камер Sony и выпустила аж 4 новых объектива 20, 24, 35 мм, 70, 180 мм телезум объектив и все они со светосилой 2,8. Но вопросов осталось больше, чем ответов, потому что ни стоимость, ни точная дата поставок не были названы. К преимуществам новых Tamron можно отнести минимальную дистанцию фокусировки от 11 до 15 см в зависимости от объектива, а также максимальный коэффициент увеличения. Для всех трех фикс-объективов он составляет 1 к 2. Также понятно, что все объективы от Tamron будут достаточно компактными, в том числе и 70, 180, и 2,8. Значительно меньше по габаритам, чем родной нативный объектив от Sony. Мы делали соответствующее сравнение. И последняя новость, о которой я не могу не упомянуть, это ближайший анонс камеры Leica SL2, который состоится по нашей информации 6 ноября. Камера будет стоить 6000 евро, будет иметь матричную стабилизацию, электронный видоискатель, так же как в Panasonic S1R, ровно такое же, а также матрицу на 47 мегапикселей. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе всех последних технических новинок и в конечном итоге сделать правильный выбор. До следующей недели!